Девушки отдыхают Меня зовут Инна Игоревна Руганова, я занимаюсь историей православия на северо-востоке Азии, преподаватель Икутской духовной семинарии, старший научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Я прочитаю вам притчу о блудном сыне, потому что мне кажется, что она не имеет времени, актуально и в наше время, и возможно кому-то она в чем-то поможет, что-то подскажет или даст какую-то надежду. У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них, «Отче, дай мне следующую, мне часть именья». И отец разделил именье. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел он, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои, пасти свиней. И он рад был бы наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану и пойду к отцу своему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел отец его и жалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, «Отче, я совершил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим, «Принесите лучшую одежду и оденьте ему, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын был его на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, «Что это такое?». Он сказал ему, «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился, не хотел войти. Отец же его, вышедший, звал, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе, никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему, «Сын мой, ты всегда со мной, и все мое – твое». А о том надо было радоваться и веселиться, чтоб брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Субтитры подогнал «Симон»